Лайки просто ставьте, потому что это очень важно. Всем фуд привет! Меня зовут Макс Брандтон Лайв в канале. Сегодня среда, значит, что-то новенькое. Я буду вам показывать, пробовать и рассказывать свое мнение. Эту коробку люди, из тех, кто смотрели один из наших выпусков, должны знать. Это сайт Tokyo Treat, который до сих пор у меня открывается, наверное, раз на 20-й. Поэтому больше заказывать вряд ли что буду. То есть это вторая из трех коробок. Первая была там недели две на канале. И вновь это что-то вкусненькое. Вновь это что-то необычное. И вновь мы открываем как можем. Итак. Вау! Здесь опять много всякого. Я так понимаю, что здесь куча рекламы. Какие бывают здесь сладости? Очень много чего-то, знаете, чисто японского. То, что мы не знаем и не можем понять пока что. И, конечно же, это обычно у них две вещи, типа брендовые, которые мы с вами знаем. И это Coca-Cola персик, Coca-Cola Peach, чисто видимо японская. И куча всяких снеков, которые сейчас мы будем пробовать. Так, давайте все отставим в эту сторону. И начнем с вот этой вот малышки. Это у нас Honey. Близко не показываю, потому что здесь показывать, по сути, нечего. То есть, вы не найдете так просто это. Потому что там написано не по-русски, даже не по-английски. То есть, только Honey, Midok и вот такие вот маленькие, видимо, да, вкуса зеленого яблока мишки. Которые есть у нас на каждом шагу. Это, видимо, дешевая версия Haribo. Японский. Японский Haribo. Здесь тоже непонятно. Видимо, ананасик. Видимо, желе. Пять штучек. Вот в таком приятном кейсе. Интересно. Интересно. Это более желатинистые, более мягкие. Чувствуется. Ананас. Тоже без изысков. Каждая коробка стоит порядка двух тысяч рублей. Поэтому нужно в конце понять, стоят ли эти посылки свои денег. И, возможно, есть аналоги в России, которые стоят дешевле и нет смысла переплачивать. Мне очень нравится вот эта упаковка. Потому что, как вы понимаете, это такая морковочка. И здесь, опять же, ни слова на английском. Непонятно, что это за снэк, сладости и так далее. Открывается нормально, если знать как. И я так понимаю, всё-таки, что это похоже на воздушный рис. Да. То есть, обычный какой-то воздушный рисик. Очень тающий во рту. Чутко слощённый. Но, как бы, ни о чём. А, знаете, такая вот воздушная кукуруза. То есть, вот, те самые кукурузные палочки, только без кого-то конкретного вкуса, только немного сахара. Совсем чуть кажется. И за упаковку пятёрка за вкус, за обычный. Я не могу писать высокую оценку, потому что это в России тоже достаточно. Ведь мы покупаем что-то из-за границы, потому что это либо дороже у нас, либо этого вообще нет. В данном случае почти всё это есть. Вот такая вот коробка здесь непонятно даже, что не нарисовано, не написано. То ли имбирь в разрезе, то ли чего, тоже не ясно. О, это я так понимаю, что это банановые чипсы? Ммм, солёный банан. Вот это уже поинтереснее. Если мы прошлые пробовали и знали, как это на вкус, то что мы в России этот тоже ели, то здесь банан немного сволит. И довольно приятно. Но опять же, как вам сказать, как это вам купить или найти, я не могу. Потому что здесь всё на непонятном иностранном. И вот жёлтая упаковка, солёные чипсы с бананом. Окей. Лёгкая такая коробочка, пакетик с чем-то хрустящим. Видимо, тоже это какая-то кукуруза воздушная. На запах очень соево-солёный, как китайские снеки. На вкус приятно. Тоже соль, тоже кукурузная основа. Солёный сладкий снек с котом. Я, к сожалению, не знаю, как этот кот называется, потому что я вряд ли смотрел это аниме или просто какой-то мультик. Здесь нарисованы всяческие бургеры. На вкус вроде солёненько, но без конкретики. Я не скажу, что это прям бургер. Дальше мы берём знакомое по картинке, но вряд ли знакомое по вкусу блюдо, с миньонами. То есть их я знаю, их я смотрел. И больше ничего. Опять же, всё написано по-японски. То есть это, видимо, местные сладости. И прикиньте, если вот они сюда помещают всегда разные, то сколько у них в Японии вообще разновидностей, я думаю, что бесчисленное количество. О, наконец-то что-то более похожее на вот нашу... Даже по виду, то есть по вкусу там были похожи, но вот именно по виду обычная вафелька, которая очень тонкая, с шоколадной прослойкой. Ну вот, у нас в России, в Ашане, в любом магазине всё это можно найти. Peace, love, minion. Я так понимаю, что это наклейка от Universal Studio. Как бы, ну, понимаете, вы мне в прошлый раз под этим роликом с подобной посылки писали, что вот, нет смысла брать, и я тогда, так как это было первый раз, я не отмечал, что это что-то похожее на наше. Вот здесь я половину уже протестировал, и 95%, кроме, пожалуй, вот этой вот палочки кукурузной со вкусом типа бургера, у нас есть, и пока что нет смысла вообще заказывать подобные посылки. То есть, единственное что, кола, персик, но о ней, как мы поняли, в конце. А, вот эти штуки были в прошлый раз другие вкусы, я так понимаю, но, в принципе, те же самые овощные чипсики, овощные снеки, я попробую одну, потому что я думаю, что они одинаковые. В целом, ну да, то есть, разная форма, то есть, здесь палочки. По вкусу, обычно, воздушная картошка, это знакомо, это вкусненько, это солененько. Это можно найти в Ашане, намного дешевле и намного легче достается. К сожалению, как бы мне не хотелось прославить этот сайт, который, вау, уникальные сладости, уникальные снеки, прям бегите, заказывайте, это очень круто. Я так не могу сделать, потому что аналогов у нас, которые не хуже на вкус, но дешевле, масса. Здесь подобные зеленые палочки, тоже, видимо, воздушный какой-то. То ли рис, то ли картофель, ну соленые, ну воздушно-картофель, возможно, даже со вкусом горошка, но, да, со вкусом гороха, но это не настолько круто, чтобы там заказывать. Или, может быть, я не прав, может быть, сейчас я ухожу вообще в сторону того, что, да ну, ребята, нет смысла брать. Вот вы, те, кто смотрит этот момент, напишите, пожалуйста, в комментариях. Из того, что мы попробовали, и основываясь на моем субъективном, но максимально похожем на правду мнении, стоит ли заказывать с Японии конкретную коробку за 2000, если здесь необычные по фирме, но в целом, по вкусу, по форме, похожие на наши снеки. Мое мнение, что нет, но, может быть, кто-то меня убедит, или в комментариях будет какой-то защитник необычных вот этих вот лакомств. Я с удовольствием почитаю, потому что я читаю все комментарии и пообщаюсь, если будет какая-то дискуссия. Любят они Пикачу, всяких миньонов, вот, на самом деле, все желтое, что есть в мультипликационном мире, они любят. И это довольно интересный продукт. Вот это упакован тоже топово. Я так понимаю, что здесь... Да, здесь на каждом пакетике свой покемон. Давайте посмотрим по вкусу. То же самое, или нет? Обычное шоколадное печенье. С кусочками мягкого шоколада. Это вкусно. Но не факт, что этот продается только там. И можно купить только в этой коробке. Вкус одни и те же. Таким он разный. Это вкусно, это рассыпчато. Это я бы ел чаще, допустим, чем все остальное здесь, потому что натуральный хороший шоколад. И печенье шоколадное, мягкое. И внутри тоже кусочки натурального шоколада молочного. Но вопросов нет, но кроме одного. Стоит ли из вот этой вот единственной прям очень вкусной пачки и всего нормального брать эту коробку? Но у меня еще третья. Она уже приехала, поэтому через недельку, через две я сниму последнюю мою из трех коробок. И мы точно подытожим. Потому что ваши комментарии тоже мне очень важны. Если вы напишите, что очень хотите эту рубрику, конкретно с этими сладостями и снэками, которые попадаются, я в итоге зайду на сайт и закажу, может быть, даже еще на полгода, чтобы вас порадовать. Потому что я всегда основываюсь на ваших предпочтениях. Потому что я же все-таки делаю это в том числе для вас. Если вы не будете смотреть, то грош цена контентом. Здесь тоже воздушные колечки. Вроде сырно-луковые. По вкусу соль. Лук. И все. То есть они минимально вкусные. То есть в плане невкусные, а в плане вкуса здесь практически нет. Ну, тут всего шесть штучек этих колец. Как бы тоже ни о чем. Давайте дальше. Здесь я не увидел, кстати... Это тоже, да. Не увидел двух крутых брендов. Потому что раньше был... Вот в прошлом был Canada Dry и Kit Kat. То есть это бренды, которые мировые. Здесь только Coca-Cola. А все остальное, на мой взгляд, чисто японское. Ой, это тоже я не буду делать. Это порошок, который смешивается с какой-то другой субстанцией. И получается очень невкусная фигня. Я даже не буду открывать. Потому что я знаю, что там внутри. И это невкусно. Это я пробовал в виде суши, который типа сделай сам. Поэтому это без меня, пожалуйста. Штука, которая бурбон. Банана, но омилет. То есть банановый омлет или без омлета. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста. Потому что банана, но омилет. Омилет это омлет, а банан это банан. Банан, но это либо типа нет, или это может быть по какому-то языку. Как раз так и говорится, да, оно. О, это такие приятные бисквитинки. Кстати, вот это по виду очень необычно. Бисквит с бананом. Вау, вот это реально понтово. Не скажу, что ради этого стоит покупать целую коробку. Но, вы видите, бурбон, так называется фирма, банана, но омилет. Берите смело, потому что там с двух сторон банановая глазурь или это шоколад такой. В общем, бисквит супер мягкий на уровне. Крутой, хороший. Банан не раздражающий, близкий к натуральному, непритерный, вообще отличный. Это, это реально кайф. То есть, пока что я могу выделить этот снэк и с Пикачу шоколадные печеньки. Все остальное, ну, вкусно. То есть, нет отвращения, но не настолько круто, чтобы прямо это брать. Предпоследний у нас лот, это конфетки. Я так понимаю, что чисто вот драже. Обычные дрожешки, которые как вот на часах были, знаете, такие вот именно детского вида. Чисто как аскорбинка, а может быть, она вообще есть. То есть, тут ничего необычного. Да, просто аскорбиновая кислота в том виде, знаете, такие вот бывают большие шайбочки, большие таблетки. Вот по вкусу это оно. Ну и давайте насладимся последним и самым лакомым, самым желанным и необычным лотом Кока-Кола персик. Пахнет жвачкой. Я помню, бомби-бом, турбо, вот тот самый запах бублигума. Вон, где запах есть. Кола в меньшей степени чувствуется. Персик как-то тоже уходит на второй план. Пенится очень хорошо. У меня есть персиковая кола из Америки. Я пока ее не пробовал, поэтому мне не с чем сравнивать. Поэтому я буду ее, когда буду пробовать, сравнивать именно с этой. Здесь все равно пахнет жвачкой турбо и никаких других запахов я так вот прям не чувствую. Хотя я знаю, что здесь должен быть персик и вроде как он должен быть, но нет. Очень мягкий вкус. Персик тут, возможно, не персик, а персиковая жвачка. То есть, все-таки здесь нет того вкуса персика, который есть в Lipton Ice Tea, который есть в каких-то венвайтах, юпи, зука или в какой-то карамели. То есть, он здесь другой, он тут именно как жвачковый. Ну, это нежно, это хорошо. Я так понимаю, что они тоже это сделали без сахара. То есть, здесь 155 калорий в одной бутылке. Это в два раза меньше, если не в три, чем в обычном. Это, конечно, не совсем там зеро и без калорий, но это точно легче, точно приятнее, щадящее, если есть такое слово. И в целом, в целом, молодцы. То есть, здесь вот из всей коробки три прям очень крутых снека. Это вот это вот бурбон, бурбон, это кока-кола пич и вот такое вот пикачу шоколадные печенья. Все остальное либо у нас есть аналоги, либо просто не так ярко. И в принципе, в принципе, да, да. Мнение мое понятно, ваше мнение жду в комментариях. Вы лучше всех, Макс Брандт, лайки просто ставьте, потому что это очень важно. Пока, до новых встреч. А с новой встречи уже через два дня в пятницу.